здравствуйте ребята сегодня наш урок начнем с раздела китай и европейские державы в 19 веке ребята а теперь давайте рассмотрим внимательно иллюстрации и ответим на вопросы на эту работу дается вам 5 минут хорошо ребята давайте проверим что у нас получилось какие ассоциации возникают что может связывать эти иллюстрации как вы думаете о чем или о ком будет идти речь на уроке что вы знаете об этом об этой стране что вы видите на 5 6 иллюстрации что объединяет с остальными иллюстрациями спасибо вам ребята вы отлично поработали как вы думаете о чем сегодня пойдет речь вы правильно ответили тема нашего урока почему в китае до сих пор помнят опиумные войны цель урока определить особенности социальной структуры стран азии китай индия япония в период колониальной экспансии европейских держав во второй половине 18 века внимание всего мира было приковано китаю товары из поднебесной пользовались большим спросом в европе и северной америки в особенности шелк и чай китайцы же от импорта чаще всего отказывались китайское правительство стремясь оградить свою страну от вредоносного иностранного влияния целенаправленно проводила изоляционную политику таким образом территория китай была полностью закрыта для иностранцев к началу 19 века все отчетливее стали проявляться черты кризиса цинского китая падал авторитет центральной власти большая часть чиновничества погрязла в коррупции недовольство проводимой цинами политики вылилось в начале 19 века в ряд народных волнений организованными тайными обществами глубокий кризис охватил и экономику ситуация усугублялась частыми неурожаями наводнениями и другими стихийными бедствиями в тяжелом материальном положении находились также жители городов между тем так случилось в период опиумных войн между китаем с одной стороны и великобритания франция с сша с другой стороны уникально было все и противники самые мощные мировые державы и причина экономический интерес в области наркоторговли и столкновение диаметрально различных культур менталитетов впервые в истории причиной войны стало не стремление установить политический или экономический контроль на территории другой страны а чистая жажда наживы связана с сбытом продукции причем продукции смертельно опасной ярким примером того каким разрушительным последствиям может привести наркотизация населения является история опиумных войн в китае 19 века согласно китайскому законодательству разрешалось ввозить в страну не более 200 ящиков опиума в год для медицинских целей однако подобные объемы англичан не устраивали их целью было продавать столько опиума сколько позволит спрос результатом британской торговой политики стала повальная наркотизация населения китая первый запрет на продажу опиума вышел еще в 1800 году за ним последовали другие указы предусматривавшие все более суровые наказания за торговлю наркотиком и его потреблением но чем строже издавался закон тем выше становилась плата за право его нарушать опиумная проблема становилась все серьезнее и серьезнее порой кажется кажется что в мире существует только два абсолютно зла война и наркотики страшно что может произойти если они соединятся первая опиумная война 1840 1842 года в поисках новых рынков британский капитал не мог обойти вниманием самую густонаселенную страну мира китай копию на торговле подключались и другие страны эта торговля приняла огромные масштабы она вызвала рост наркомании в стране и отток серебра игравшего роль основной валюты на китайский рынок хлынули европейские товары это разоряло китайские манифактуры и сельских ремесленников продолжалась торговля опиумом необходимость погашение военных расходов и выплаты контрибуции легла тяжким временем на государственную казну вынудили правительство увеличить налоги это стало причиной крестьянских восстаний которые ослабляли власть цинской династии в конце 1830 годов между военными силами великобритании и армейскими частями направленными линь цессием для изъятия и уничтожения опиума стали обыденностью несмотря на то что в лондоне мощная оппозиция выступившая против развязывания военного конфликта с пекином весной 1840 года берегам китая прибыла военно-морская эскадра английская сторона выдвинула китайскому правительству следующие требования возместить убытки за конфискованный опиум и расходы на военную экспедицию а также начать торговлю на равноправных условиях пекин пытался оказать вооруженное сопротивление однако из-за технологической слабости и неорганизованности китайской армии потерпела поражение англичане быстро сумели занять все стратегически важные точки и подойти к самым стенам столицы начались длительные переговоры в ходе которых китайской стороне пришлось идти на ряд уступок 26 августа 1842 года первая опиумная война была завершена подписанием нанкинского мирного договора согласно его условиям пекин должен был выплатить лондону многомиллионную контрибуцию серебром предоставить ряд портов для поставленной торговли с англичанами а также передать великобритании вечное пользование остров гонконг кроме того договор содержал подробные правила регламентировавшие все дальнейшие экономические отношения двух держав и особенности таможенного обложения каких-либо условий касающихся торговли опиумом документе не было но после его подписания масштабы контрабанды выросли в разы нанкинский договор был неравноправен китай фактически становился такой же периферией большой британской колониальной империи как индия вскоре аналогичные условия с китаем стали подписываться другие европейские государства что окончательно разрушила разрушила самоизоляцию цинской империи вторая опиумная война 1856 1860 года несмотря на прописанные в нем кабальные условия нанкинский договор не содержал всех интересующих англичан пунктов дальнейшая экономическая и политическая испансия была приостановлена крымской войной но по окончанию этого конфликта 1856 году англичане начали искать повод для развязывания очередного военного столкновения с китаем новая война двух держав началась после того как китайская сторона арестовала и обвинила в пиратстве экипаж гонконгского судна эроу проблема заключалась в том что судно было не только зарегистрировано на территории ныне принадлежавшей англии но и ходила под британским флагом англичане незамедлительно заявили о направленной в их сторону китайской агрессии как и в прошлый раз обе стороны долго не переходили к решительным действиям ограничиваясь лишь пограничными стычками вскоре к англичанам присоединились французы также заинтересованы в расширении своих колониальных владений 1857 году великобритании удалось захватить город гуанчжоу но из-за начавшейся в индии восстания сипаев дальнейшее продвижение вглубь китая было приостановлено а в начале 1858 года начались переговоры тяньцинские соглашения интерес к переговорам между англией франции китая проявил целый ряд других стран в том числе россия и сша в результате с китаем был заключен целый ряд соглашений вошедших в историю как тяньцинские во время обсуждения условия мира пекин подвергался двойному давлению с одной стороны англо-французские войска которые в любой момент перейти к решительным действиям могли с другой стороны внутренний кризис вызванный крестьянской войной тайпинов в этой ситуации китайской стороне пришлось соглашаться со всеми требованиями западных держав результатом этих переговоров стало открытие еще нескольких портов для международной торговли право иностранцев на свободное перемещение по стране и свобода миссионерской деятельности на территории китая в итоге был подписан пекинский договор по которому китай обязывался выплатить контрибуцию передать европейцам часть своей территории открыть для торговли еще несколько портов и разрешить вывоз из страны местных рабочих кули опиумные войны нанесли сокрушительный удар пациентской империи подорвав не только ее экономику но и авторитет отныне китай был не более чем полуколонии западных держав откуда последние черпали ресурсы и дешевую рабочую силу такое положение сохранилось вплоть до середины двадцатого века когда власти в китае пришла коммунистическая партия восстановившая международный авторитет независимость государства ребята вам необходимо выполнить задание в этом задании вы должны работать с глоссарием и выписать значение данных терминов на эту работу я вам даю 8 минут импорт экспорт экспансия колонизация фактория если вы правильно выполнили задание проверьте себя импорт это ввоз товаров работ услуг подобные на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз экспорт понятие в международной торговли означающие продажи товаров или услуг другие страны экспансии распространение расширение территориальные географическое или иное расширение зон обитания или зоны влияния отдельного государства народа культуры колонизация это процесс заселения и освоение новых территорий земли людьми колонизация тесно связаны с понятием миграция фактория означает торговый пост пост торговое поселение образованное иностранцами чаще всего европейскими купцами на территории другого государства или конной колонии факториями называют подобные же образования в отдаленных районах своей страны опиумные войны оказали большое влияние на дальнейшую историю китая после них китай все больше терял свою государственную самостоятельность вместе с тем поражение феодального китая показала несостоятельность политики цинского двора направлены на изоляцию китая от внешнего мира описал оригинальным инструментом достижения поставленных политических целей опиумные войны стали страшным национальным унижением для китая который до этого времени считал себя единственным центром цивилизации впрочем была и другая сторона последствия опиумных войн китай стал открываться для западных технологий и инноваций западной системы образования и медицины по всей стране начали создаваться современные миссионерские школы и больницы но цена за такой прогресс была заплачена очень высокая мы с вами прослушали информацию а теперь давайте выполним тест на данное задание вам дается пять минут ребята а теперь мы поработаем над ответами первый вопрос благодаря какому товару европейцам удалось проникнуть на внутренний рынок китая правильно опиум в каком году началась первая опиумная война 1840 1842 правильный ответ третий вопрос кто кроме британии китая принял участие во второй опиумной войне совершенно верно франция четвертый вопрос вторая опиумная война происходила в этих годах 1856 1860 года последний вопрос в каком единственном порту китая в начале 19 века европейцы могли вести торговый с китаем гуанчжоу правильно отлично хорошая работа итоги опиумных войн англия получила гонконг иностранцы право торговать важнейших портах разрешался ввоз опиума европейские подданные освобождались от подчинения китайским народом началась активная колонизация ребята домашнее задание вам необходимо заполнить самостоятельно таблицу по критериям урок окончен до следующих встреч